Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мой Сад Быкова Евгения И сегодня я сделаю вам небольшой обзор своей рассады и то, что растет на стеллажах всего помаленьку Давайте будем смотреть Сейчас перед вами компанула Это у меня тут невеста Попадаются здесь еще и женихи Вот в таком виде Сразу делаю рекламу на них Пожалуйста, приезжайте, приобретайте Цена в пределах Махровая самая там хорошенькая 150-100 рублей Это вот то, что она сейчас есть Есть в пеларгонии И тут сразу у нас в пеларгошке Посмотрите, как уже подошли из семян Все-таки из покупных семян Они вот такие здоровые, хорошенькие А из своих Ну вот так вот Вот так вот Не очень хорошая картина Из 30 семечек Вот это вот такие побитые солдатики стоят Тяжеловато им почему-то было Не знаю, могу сказать И причину Ну вот так стоят сейчас На светлом, прохладном месте Вот так выглядит Второй посев горсаний Вот так вот Первая уже дала Настоящие листочки надо пикировать Вот так выглядит гвоздичка Она однолетняя, но махровая Терная-белая Одна плошечка и вторая плошечка Рядом вот так выглядит земляничка Земляничку еще в кассету распикировала Тоже удачно Так же она растет Вот ампельная петунья Потихонечку-потихонечку Всходит Ну как потихонечку Уже взошла Уже давно она у меня Уже без Укрытия Вот где-то тут вот так Видите Здесь плошечка перевернулась Вот Такую же пересадку Она перенесла Там дальше Вот Ну всхожесть хорошая Смотрите какая всхожесть Пять было в рядочке И вот почти все пять И попросыпались 90% Ну 85% схожи Семена от Беллы Тут же еще Вот такая вербенка стоит У меня укореняется Здесь на подоконнике Градусов 15 Потому что на улице у нас До сих пор 30 градусные морозы Поэтому на окнах Не тепло Ну когда солнышко Погреет То еще потеплее Так вот так Укореняется Она в прохладе И на солнечном месте Хорошо Уже вчера вытаскивала Были корешки У нее Потом буду пересаживать По три растения В один Транзитный Горшочек Миллилитров 600 Он где-то Очень Буду делать им Рыхлую почву Почти наполовину С перлитом Это просыпается Колокольчик Карпатский Какие-то многолетники Я посеяла Гехеру Даже у меня Есть там уже Небольшие сходы Дельфиниум Ну хочу попробовать Многолетники Семян Повыращивать Здесь укореняется Лису Сноу Принцесс Вот так Ну думаю Наверное Ему легче укореняться В теплице В прохладе Все равно Прямо он Вот что-то страдает Когда чуть-чуть Начинает укореняться Подрастает По стаканчикам Начинают сохнуть листочки Если знаете причину Пожалуйста Подскажите Устома у меня стоит Под самыми Под самыми Лампами Одну плошку Вам покажу Вот смотрите Вот У нас же тоже Дополнительные Листочки есть Нужно рассаживать По кассеткам Здесь укоренила Еще дополнительно Компанулки Потому что у них Они укореняются Только в зимние месяцы Вот Ловлю момент Смотрите Вот такие красавцы Тут сидят Это простые Женихи Портеншлага И невесты Рядом Тоже Вот они тут Есть Здесь И на другой полочке Еще вот Тоже здесь Ой Какую-то вырвала Сейчас обратно Воткну Недели через две Появляются корешки Здесь укореняются Гибискусы Диплодении Вчера уже Вытащила Бутилончик Вот посмотрите Вот с такими Корнями Уже все Пусть приучается К сухому воздуху Вот так вот Чувствует себя Дихондрочка Но я думаю Надо им еще Нарастить корневую И тогда Уже можно будет Ее рассадить Вот такая Астрочка У меня уже Большая Хочу бы Чтобы зацвела Весной А не осенью Посмотрим Как у нас Этот эксперимент Получится или нет Заглянем еще В один контейнер Там тоже Женихи И невесты И гибискусы Вот так Перехожу я Наверное На компанулы Ну как вот Их не полюбить Посмотрите Как цветет Опушенный Жених А невеста Рядом Вот только Одним глазом Подмигивает Но он Веточки Набирает Вот другая Вот тоже Зацвела Вот веточки Начинает набирать Махровая Ампельная Вот они-то Меня и радовали В зимние месяцы Своим цветением Ну и еще И обутилончик Все зиму Цветет Оранжевыми колокольчиками Купила еще Семена Тоже буду сеять Кажется Он очень быстро Растет из семян Разноцветный Будем пробовать Обзор Продолжаем дальше Вот такие малышки Пеларгонии У меня стоят Уже под заказ Плющи листки Махровые Из аналки Тоже есть тут Махровые Розы будные По 100 рублей Я их продаю В стопочках Если в 0 пятках То 150 Смотря какие сорта Потому что Мне нужно Освобождать Подоконники И на это место Уже стоят Другие растения Но морозы Конечно Нам не дают Производить продажу По полной Как бы мы этого хотели В зимние месяцы Так что ждем весны И тепла И давайте пойдем На другое окошко Там посмотрим Что сейчас уже Взошло Вот такие малютки Тоже ждут своих хозяек А на другом окне Вот так уже хорошо Взошла у нас Виолка Эту виолку Сеял мне муж Спасибо ему большое Взоды хорошие Конечно Нужно будет Подсыпать Или углублять ее Понятно Дома Все равно Она будет тянуться Здесь прохладный Подоконник Тянуться она будет Также тянется И львиный зев Тоже Ему нужно Прямо прорастать На свету И в холодном месте И тогда Он тянуться Так не будет Но это махровый Львиный зев Рядом Вот так Сходы лобелии Розовый Сходы лобелии Белый Так зашла Виола Рогатая Оранжевая Многолетник Так уже подросла У нас Эустомка Нужно рассаживать Ее по отдельным Стаканчиком Это декабрьский Посев Гайлардия Многолетняя Первый посев Сейчас посеяла Еще Вот Такие как Подсолнушки Растения Небольшие Высотой 30-50 Сантиметров Если посеять Сейчас То Стена Должна В первый год Тут еще Тянется Львиный зев Но ничего Я поделать Не могу Эти растения У меня Будут для Ветрины Остальной Посев Львиного зева Уже буду Производить Ближе К выезду В теплицу Вот еще Плошечка С виолкой Это у нас Лобелия Вот тут Вот Из гран Мультирдражей И вот так Росыпью И вот здесь Еще Лобелия Вот так И уже в ящиках Я ее еще Посеяла Ну хорошо Растет Развивается Ой Только Переезд в теплицу Мы даже Не знаем Когда Вообще Возможен Будет На улице У нас зима Зима Сугробы Совсем не тает Хотя В это время У нас обычно Уже все Бежало с крыш И катание Уже На горках И на санках И на коньках Все Зимние Виды Спорта Уже Ой Все Уходили На второй план Ну невозможно Было уже Это сделать В это время То есть И к 8 марта Это окончательно Уже все Заканчивалось Сейчас Наверное на 8 марта Будем еще На горке Кататься Здесь у меня Прорастает еще Гелиотроп Вот так Показалось Что-то Ну схожесть Плохая Он тянется Что-то еще Не проклюнулось Не одновременно Ну не знаю У меня первый год Опыта Поднаберемся На следующий год Думаю Будет лучше Даже показывать Вам его Не буду И еще Тянется Партулак Поэтому я ничего Рано не сею Дня через 2 Через 3 Буду только Начинать сеять Кустовую питунью Потому что Видите И так Все подоконники Заставлены Подсыпать Его буду Конечно Пересаживать Пекировать В том году Мне понравилось Очень так же Вот как У стомка Уже распекирована В кассетках Вот так же Сеять Партулак Только Партулак Теплубивая культура И лучше Его держать Дома До последнего Пришли уже На кухню Вот здесь Вот Еще Гайлардия Всходит Та у меня Была Не присыпана Ничем Здесь присыпана И вот Потихонечку Потихонечку Сходы Поднимаются Мне кажется Когда Все таки Крупные семена Всегда нужно Присыпать Грунтом Если мелкие То конечно Они В основном Проращиваются На свету По поверхности Почвы Еще у меня Есть и Устомка Купила Я все таки Не удержалась Арена Ред Раз у меня Моя не зашла И белая Рози Низкая Махровая Заглянем Есть там Что или нет Крышечки Обязательно Должны быть Прозрачные Ну к этой Баночки Не было Прозрачной Крышечки Очень жаль Ну вот Посмотрите Махровая Арена Ред Так и ее Нет А в середине У меня Рози Белая Вот первые Сходы Петельки Появляются Я вижу Раз Два Три Четыре Пять Ну все Все Сходят Стопроцентная Схожесть А по краю Должна быть Эустома Махровая Красная Арена Ред Ну где Арена Отзовись Ее нет Все Если ничего Не зайдет И через месяц То значит Все Арена Ред Это наверное В этом году У всех Такая Схожесть Напишите В комментариях Кто сеял Махровую Арену Ред И она у вас Зашла У меня Зашла Хорошо Я уже Говорила Из семян Галины Жагло Из Самосборных Из профессиональных Ни одной Арены Ред У меня Не взошло Есть Махровая Красная Вроде Там Одна Две Мэджик И все Посмотрим На ее Вид Себе Оставлю ее Конечно И вот Посмотрите Сегодня Буду Выставлять Уже На Подоконник Вот здесь Ящики Слабели Вот Разжированные Вот Один ящик Второй ящик И перцы И баклажаны У меня еще Не проснулись Не проснулись Посев От 17 Числа Сегодня 23 Всех Мужчин Поздравляю С праздником Здоровья Вам Счастья Пусть Тепло И уютно Будет В вашем Доме И родные И близкие Всегда окружают Вас Заботой И теплом Еще Вот так Укоренилась У меня Красандра Помните Было Видео Мы с вами Ее укореняли Вот такая Хорошенькая Такая же Глянцевая Блестящая Монстр Это не Красандра Монстр Красандра Отличается Из семян Красандра Она будет Не такая Она будет Тянуться В одну палочку А вегетативная Красандра Она Без всякой Прищепки Будет И так Хорошо Формировать Кустик Вот такой Вербильник Для Для чего Для композиций Вот так У меня По стаканчикам Уже растет Развивается Скоро Будем Уже И кашпу С композициями Делать Вот такая Еще Будра Плющелистная Верегатная Такой Пестренькой Листвой Тоже Растет Потихоньку Гвоздичка Вот Ампельная Где я Прищипнула Там Лучше Конечно Вот Посмотрите Нужно Обрезать Но я Хочу Чтобы они Набрались Все таки Силы Вот эти Вот Побеги И потом Их Пустить На черенкование Так же Ну и конечно Вегетативная Петунья Занимает Почти Один Стеллаж Продаю Я ее Стаканчик Вот такие Стаканчики По 80 Рублей Вот Еще один Покажу Вот Подкормила Сейчас Листа Вообще Хорошая Пошла Вот И корешки Вот такие Со звездия Овна Вот такие Листики Хорошенькие Диамофоской Подкормила И по листу Гуматом Вот Главное не Перекормить Чтобы она Не пошла В цвет А начала Дальше Куститься Вот здесь Нужно Прищипывать Мы Прищипываем Макушку И растение Начинает Куститься И чем Быстрее Мы пересадим Больший Объем Потом Корни Наростит И еще Пересадим Тем Больше У вас Ну Будет Пышнее Растение И тем Лучше Здесь Контейнера Еще Еще С компанулой Еще Там Есть И любовник Есть Опушенный Жених Невеста Вот Тут Вегетативка Укореняется Приобрела Еще Себе Несколько Сортов Компанулой Но Об этом Будет Следующее Видео А вам Желаю Всего Самого Наилучшего До встречи На канале Мой сад